По мнению известного политолога, Россия остается доминирующим посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Директор Института политических исследований Сергей Марков о предстоящих переговорах глав МИД Азербайджана и России. Отстранение европейской площадки, хотя может быть и временное, и будут найдены какие-то другие форматы с участием ЕС, означает, что урегулирование будет больше развиваться на российском треке. Предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана в Москву как раз считается в том числе в этой связи. Россия остается доминирующим посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном. На Россию возлагается в этом вопросе большая ответственность. Франция же подорвала возможности Евросоюза быть переговорщиком. Поэтому актуальные вопросы повестки армяно-азербайджанского урегулирования и будет обсуждать главы МИД России и Азербайджана, это будет сверкой часов, в целом, как складывается ситуация с выполнением трехсторонних отношений, особенно с учетом последней встречи лидеров РФ, Азербайджанской республики и Республики Армения в Сочи, обсуждения параметров мирного договора. В том числе, естественно, речь по-прежнему будет идти о подходах к реализации Зангизурского коридора, когда Ереван проект блокирует, о подходах к началу процесса делимитации границы. Также на переговорах не обойдется без обсуждения острых вопросов, у азербайджанской стороны сохраняется вопрос, касающийся невывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Данный вопрос поднимался Баку неоднократно. Вопросы есть у Азербайджана и в связи с использованием российским миротворческим корпусом в Карабахе в своих бюллетенях армянских названий при фиксировании населенных пунктов вместо азербайджанских. Это беспокоит Азербайджан. Поскольку Карабах, это часть Азербайджана, законными являются исключительно азербайджанские названия. Поэтому официальный Баку активно поднимает эту тему. Также, я уверен, Лавров и Байрамов затронут ситуацию в ОДКБ, спровоцированную Арменией. Азербайджан не входит в организацию договора о коллективной безопасности, но ситуация, которую спровоцировал в организации Ереван касается непосредственно Баку, поэтому данный вопрос российская и азербайджанская сторона проговорят. Будут, естественно, затронуты и вопросы реализации двустороннего сотрудничества, исходя из подписанной в феврале этого года Деклара ЦИИ о союзническом взаимодействии. Российско-азербайджанские контакты на высоком и высшем уровнях за последние месяцы были крайне активными в условиях новой международной ситуации, мировой экономической ситуации. Это и Каспийский экономический форум, и Веронский Евразийский экономический форум, и Азербайджана российский межрегиональный форум, а также состоявшиеся визиты в Баку премьер-министр России Михаила Мишустина, а ранее председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Все эти контакты, активное сотрудничество и обсуждение взаимодействия России и Азербайджана в новых геополитических и геоэкономических условиях еще раз показывает, что Москва и Баку выходят на новый. Уровень отношений в практическом плане и реализуют конкретные задачи, отвечают совместно на поставленные вызовы. В частности, главы МИД России и Азербайджана, полагаю, также обсудят в Москве реализацию транспортного коридора север-юг.